так идем дальше это что такое вы останавливайтесь чтобы понюхать цветы хухей я думал можно поговорить с этим кактусом непонятно ну ладно все дверь кумы открыли вроде бы да она какая-то странная действительно немного даже пугающе с ней разговаривать разговаривать так окей воздухе чувствуется запах паутины выполнен решивности я так понимаю ребят мы сейчас будем сражаться с паучихой так это видимо ловушки поэтому вы слышали что нам сказали нам сказали что человек в полосатой кофте придет сюда я слышал они ненавидят пауков ой я слышал они любят топтать их и я слышала им нравится отрывать им ножки господи я повяз паутин ребят ведьма зря я в нее зашел спасибо за донат спасибо большое ребят спасибо большое тебе огромный респект яков антоненко огромный тебе помнишь меня жаль что нет удачи встречать кто вообще настроение спасибо да я помню тебя конечно настроение отлично потому что игра довольно таки веселая и интересная так я слышала говорит она что они ужасно скупы до своих денег в общем это мне сказали за того что мы не купили пончиков паучих но тогда я когда можно было купить пончиков я не знал просто об этом думаю что твой вкус слишком утончен для нашей выпечки да дорогуши не соглашусь твоим мнением думаю твой вкус прекрасно подойдет нашей следующей партии ух какая-то она странная держит два чайника и чашку окей так это паучи пончики для пауков из пауков вроде бы то так было это написано в начале игры так давайте действия твои деньги заплатить 10 монет вы заплатили 10 монет она ослабила свою атаку на один ход а чего-то так прокраснела покраснел дорогуши так думаю фиолетовый пойдет тебе куда больше их их вы попались странную фиолетовую сеть так может быть здесь что-нибудь еще есть мы можем принципе заплатить 40 монет как вы думаете стоит платить или вообще нет или стоит отбиваться каким-то образом она меня считает то что люди они скупы но все-таки но все-таки если мы скупы то я столько заплатить не смогу окей пока не обязательно ну ладно давайте будем тогда пощаду просить почему бы так бы почему-то так бледен ты должен гордиться я понял маффет наливает вам чашечку паучков хоккей гордиться тем что попадаешь во вкусный торт маффет синхронно танцует со стальными паучками отпустить не глупи окей все паучки хлопают вместе под музыку твоя душа сделает каждого паука счастливым ну окей она в любом случае сделать каждого паука счастливым маффет наливает вам чашечку паучков на господи хватит ой как грубо с моей стороны чуть не забыла представить тебя моему питомцу время завтрака верно веселитесь вы двое воу это слишком тяжело стало воу были нифига себе как круто это сделано офигеть все паучки хлопают вместе под музыку опять таки ладно то что предупредила нас насчет тебя воу как они резко это все сделали предложила нам много денег за твою душу интересно кто это был метаре или случайно без понятия такая милая улыбка и блин что-то я не то сделал все паучки хлопают вместе под музыку хватит хватит хлопать странно но я уверена что видела как ее тень меняет форму ой время обеда да а я забыла покормить питомца господи хватит с этим питомцем он слишком крутой так он с этой стороны пришел кей офигеть офигеть с этими деньгами паучьи кланы наконец могут быть возрождены окей кланы пауков каких-то пахнет свежеиспеченными хитросплетениями ты не слышал пауки застряли в руинах на поколение воу блин ну что-то я только получаю урон и все больше ничего не делают пахнет свежеиспеченными хитросплетениями окей сейчас опять люлей получу даже если они пройдут под дверью снежной граде слишком холодно и у меня одна жизнь осталась вы понимаете то есть один раз меня ударит я скорее всего помру давайте посмотрим вещи может быть у меня же есть что-нибудь что я могу съесть лапша ну конечно же как я мог забыть про нее и поставили на огонь вы ждете пока вода закипит она закипела вы закинули лапшу в кастрюлю четыре минуты осталось до готовности окей но мы подождем три минуты осталось до готовности лапши да конечно две минуты ребят две минуты две минуты осталось одна одна минута ребят всего то всего ладно ладно ну как бы во время боя приготовить лапшу лапша быстрого приготовления готова вкус не слишком хорош вы высыпали пакет приправы так лучше не отлично но лучше вы съели лапшу вы восстановили 4 хп серьезно окей ладно продолжаем у меня теперь вроде бы на два удара есть жизней но с такой награды за твой душ мы можем арендовать девятку с печкой дай господи и ну все один удар остался хотя мне о маффит синхронно танцуют с остальными пучками мне почему-то восполнилась одна жизнь не знаю почему и в сухом остатке у нас будет хороший отпуск или даже построим паучье баскетбольное поле это слишком тяжело ул дальше какой-то кекс нарисован эх ладно я так понимаю я ищща заново буду ребята играть ладно оставим это время обеда не так ли время обеда для твоего паука огромного я не смог это пройти но это слишком сложно это просто невероятно сложно Ну, по крайней мере, для меня. Я не знаю, как для вас, но для меня это довольно-таки тяжело. Так. Ладно, еще раз пробуем. Сейчас опять идти через эти вот паучьи заросли. А вот если я наступлю сюда? А, она все равно замедляет. Видите, она нам показала то, что если мы наступим в паутину, то мы получим люлей. А в том плане, что мы застрянем. Замедлимся. Я слышала. Да, ты слышала. Я уже в курсе. Да, 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 да. Мы можем отбиваться. Я не знаю, может быть отбиваться попробую. Попытка выбраться из паутины. Здесь в любом случае мы сейчас перекрасимся. Думаю, фиолетовый пойдет тебе куда больше. Окей. Еще одна попытка. Маффит смеется и хлопает в ладоши. Ну, видите, мы не сможем, видимо, выбраться из этой паутины, даже если будем стараться. Маффит синхронно танцует со стальными пауками. Она сделать мне скидку решила? Какую скидку? Какую может быть скидку, если меня сейчас пытаются сожрать? Я так понимаю. Или убить и забрать мою душу. Ну, давайте, кстати, нажмем отбиваться еще раз. Никакого эффекта. Все, больше отбиваться не будем нажимать, потому что, я так понимаю, нет смысла отбиваться. Давайте дадим все-таки 40 монет, как мне, в принципе, пишут. Попробуем. Сначала 5 монет. Окей. И теперь дадим 35 монет. Ну, видите, ничего не происходит. А, моменте с питомцем. Окей. Ну, вот сейчас был момент с питомцем. Я дал как раз-таки перед питомцем. 35 монет. Ну, окей. Ладно. Сделали уже то, что можно было сделать. Офигеть. Я могу 75 дать. Я могу только 75 дать. Теперь все больше и больше. Ладно, дадим 75. Посмотрим, что на это повлияет. Ладно. Это не повлияло, ребята. Это не повлияло, походу. Окей. Ну, без разницы. Мне просто нужно было проверить, если честно. Я, в принципе, проверил. Господи, не туда пришел. Оп. Оп. Ну, уже все, ребята, уже все. Я уже дал деньги. О чем здесь можно... Я не знаю, зачем. Я думал, может быть, она скажет, типа, вот. Я думала, что люди скупы. А, она мне дала столько денег. Ну, или он. Странно, но я уверена, что я видела, как ее тень меняет форму. Оп. Так, ну, давайте попробуем действия еще какие-нибудь. Отбиваться, к примеру. У меня осталось 145 монет. И я, в принципе, могу эти 145 монет отдать и все, и проиграть, да? Да, никакого эффекта нету, к сожалению. Черт, а в питомец. А, господи, получил урон все равно. Нет, этот питомец какой-то слишком, слишком мне не нравится. А вы бы завели себе такого питомца, а, ребят? Пау. Нет, я все равно... Как так-то? Ладно, я еще плачу. Последние деньги отдаю. Все, ребят. Вы мне сказали платить, я заплатил. Ты не слышал, пауки застряли... Нет, это явно, ребят, не в этом дело. Я так понимаю, кстати, я проиграю, скорее всего. Надо будет заново. У нас здесь больше ничего не осталось. Заплатить 19 монет. Вы вывернули все карманы, однако денег не хватает. Ага, нет, все-таки мы, наверное, правильно делаем. Смотрите, мы отдали все деньги ей. И сейчас нужно будет сделать так, чтобы она мне, типа, скидывала цену до одной монеты. Пока у меня не станет цена равной одной монете. Ровно столько же, сколько у меня осталось. Вот две монеты. Я вывернул карманы, но денег не хватает до сих пор. Ну, такие дела. Нормально. Заплатить от дома нету. Деньги кончились. Маффит отрицательно качает головой. Окей. Ай. Как же мне бесит эти шары. Шары это очень сложная тема, кстати. Наверное, самое сложное, что здесь есть. Ну, я не знаю, ребят. Так, паучий пончик стоил 9999. 9999. Вы понимаете? У меня нет столько денег? Или мне скинут в цену, вы хотите сказать? Ладно, я сейчас попробую, конечно, купить. Так уж и быть. Раз уж вы мне это пишете. Паучий пончик, я иду. Так. Паучий пончик. Если бы я мог его забрать, было бы тоже очень классно. Так, что здесь написано? Паучий распродажа выпечки. Все деньги, вырученные с продажи, пойдут настоящим паукам. Так, паучий пончик за 9000, да. У вас недостаточно монет. Могу ли я купить у него? У него тоже не могу купить, как бы. Ну, о чем здесь, ребята, говорить? Ну, не пойду же я в руину. Как я в руины пойду? Я вернуться-то, наверное, не могу уже. Там, если возвращаться, то идти нужно несколько километров. Будем пытаться убить так. Я по-любому уверен, что можно как-то с ней так сразиться. Но как именно закончить бой, чтобы не убив ее, то есть не атаковав, понятия не имею. Конечно, я могу ее просто убить, но тогда мы получим другую концовку. Но мы не хотим же этого. Окей. Будем стараться просто выдерживать ее атаки. Будем уменьшать атаку ее. Не, сейчас пока не будем платить, потому что, если мы будем платить, мы будем уменьшать ее атаку. Просто нажимаем пока что пощаду. Нет, нет, не пощаду. Надо сейчас сделать скидку себе, отбиваться. Сделаем скидку 50%. Спасибо за донат, огромный респект тебе, Вжуха. Огромное тебе спасибо. Яков, огромный тебе респект. Огромное тебе сломал. У тебя топ-стример. Удачи, я пошел. Еще увидимся. Да-да, спасибо, удачи тебе. Так, попытка выбраться из паутины. Маффет прикрыла рот рукой хигать над вами. Окей. Все, перекрасились. Отбиваться. Еще одна попытка. Все еще смеется. Окей, пускай смеется. Потом все равно сделает мне скидку. Я-то знаю. Я-то знаю уже то, что она потом сделает скидку. И она решила сделать вам скидку. Я же говорил. Теперь нужно, я не знаю, прямо сейчас заниматься этим или все-таки не сейчас. В принципе, сам вот этот вот ее питомец, он не особо сильный. Так, заплатить. Не, пока что не будем. Ну, пощаду пощадить. Я больше десяти атак пережил. Здесь явно больше. Дальше какой-то кекс. Возможно, как раз таки этот кекс и есть босс. Ну, то есть не босс, а ее питомец. Да-да-да, действительно. Этот кекс и есть питомец. Возможно, я должен пережить три атаки от ее питомца. Потому что пока что я переживал лишь две. Ну, ладно. Блин, да вы серьезно. Как я мог так про... Попасть там. Нормально. Блин, четыре хп снялся. Так, действия, мафет. Все, платим деньги для того, чтобы атака немножко ослабилась. Нормально. Но она ослабляется лишь на один ход. То есть, если она мне наносила четыре урона, сейчас она мне нанесла бы... Три урона. Ой, два урона. Да-да-да. Именно так это работает. Ой-ой-ой, зачем я биться? Окей. Нормально. Окей, окей. Видела, так видела. У меня, кстати, жизнь-то восстанавливается потихоньку. Я не знаю почему, но восстанавливается. Так, давайте. Пощада, пощадить. Время обеда. Окей, окей, окей. Я готов. Нормально. Нет! Сраные пауки. Перекрыли мне дорогу. Пахнет свежеиспеченными хитросплетениями. Окей, действия, действия, действия. Я не знаю. Мы можем еще 35 заплатить для того, чтобы еще меньше получить урона. Окей, давайте просто переживать атаки, как мне вы говорите. Будем переживать, так уж и быть. Окей. Да, господи, как же сложно эту фигню пройти. Как я ненавижу эти шары, сраные. Так. Давайте, ладно. Действия. Заплатить 35. Не, сейчас вроде бы не тяжело будет. Ладно, давайте. Просто пощадить. Я не знаю, или поесть. Слишком сложно. Лапша. Ладно, давайте поедим лапшу. Это будет долго, кстати. Так что ждем. Ну, здесь больше не на что просто надеяться. Мне хотя бы 4... 4 жизни мне восстановит эта лапшечка. Другого варианта просто нет. Так, готово. Наконец-таки. Наконец-таки она приготовилась. Вы съели лапшу, восстановили 4 жизни. Фух, хорошо. Сейчас у меня будут шансы, хотя бы немножко побольше шансов выжить. Маффит убирает паутины вокруг вас. Не понял. Ладно, заплатить 35. Сейчас я больше платить не буду. Это последний раз, если вы не поняли. Для того, чтобы вдруг, если я еще получу атаку, мы получим не так много. О! Так, все паучки хлопают вместе под музыку. Окей, окей, хорошо. Баскетбольное поле вы построите, конечно, конечно. Блин! Нормально. И вот сейчас будет как раз-таки, наверное, последняя атака этого... ...е... ...е... ...питомца. Блин! Да господи, это слишком тяжело. Я просто... Не хватает мне реакции, координации. Не знаю, я, по крайней мере, путаюсь. Окей. Ты все еще жив? Офигеть, да это очень тяжело. Да, я все еще жив. О, мой питомец, кажется, настало время десерта. А? Телеграмма от пауков из руин? Что? Они говорят, что видели тебя и... ...хоть ты и жадюга, ты никогда не навредил ни одному паучку. О боже. Призошло огромное недоразумение. Я думала, что ты из тех, кто ненавидит пауков. Та, что просила душу? Должно быть, она имела в виду другого человека в полосатой футболке. Прости за все недоставленные... ...за все доставленные неудобства. Я заглажу свою вину. Можешь приходить в любое время и... ...можешь даже не платить. Я замотаю тебя и дам поиграть... ...моим паучкам снова. Окей. Просто шучу. Я пощажу тебя... ...прямо сейчас. Офигеть. Просто это было очень сложно. О-хо-хо-хо. Было весело. Увидимся, дорогуша. Конечно, увидимся. Не хотел бы я с тобой видеться, на самом деле... ...больше. Потому что, блин, господи, это было очень тяжело. Так, давайте. Это мы уже видели. Этот постер последнего выступления Метатона. Трагическая история о двух влюбленных... ...разделенных самими звездами. Похоже, выступление вот-вот начнется. Мм. Ох. Это тот человек. Это Метатон говорит? Да. Неужели это... ...моя настоящая любовь? Ха-ха-ха-ха. Господи. Это как из шоу со... ...со всякими вот этими сводными... ...отношениями. Убегай! Ой-ой-ой. Моя любовь. Моя любовь. Я не могу сюда уйти. Королю не прикословь. Королю не прикословь. Вместе быть... ...не суждено. Мне суждено. Мне так больно. И смешно. Ох, господи. Ха-ха-ха. Так грустно. Так грустно не могу. Все. Хватит. Хватит. Там даже звезда упала на заднем плане. Так грустно. Так грустно, что ты не попадешь в темницу. Что ж. Покеды. Идеально. Идеально. О нет. Что же мне делать? Моя любовь брошена в темницу. В темницу с подлыми головоломками. Мой возлюбленный точно погибнет. О небеса, посидите меня. Ужасная головоломка с цветными плитками. Каждая цветная плитка имеет свою беспощадную функцию. Например, зеленая плитка издает звук. И затем ты должен сражаться с монстрами. Красные плитки же на самом деле... Подождите-ка секунду. Не видели ли мы эту головоломку несколько сотен комнат тому назад? Так и есть. Ты помнишь все правила, не так ли? Великолепно. Так что я не буду тратить твое время, повторяя их. Ах да. Тебе лучше поторопиться. Потому что если ты не пройдешь это за 30 секунд, то... Ты будешь распепеленной этой стеной огня? Ахахаха. Моя бедная любовь, я наполнен горем. Эй, я не могу прекратить смеяться. Удачи, дорогуша. Господи, бежим. Так, я не помню, что делать. Я правила не помню, ребят. Честно скажу. Мне очень жаль. Кажется, у тебя кончилось время. Ну да, мне тоже. Вот и пламя, дорогуша. Оно приближается. Приближается ближе. Ох мой. В любую минуту. В любую минуту. Кашляй робота. Звонок. Берегись, я спасу тебя. Я хакнула огненную стену. Все в порядке. О нет. Как это могло произойти? Снова гениальная доктор Альфис меня провела. Господи, бедный робот. Так и... Так и есть. Давай же, Метатон. Сдайся, наконец. Тебе никогда не одолеть нас. Пока мы работаем в команде. Конец твоим головоломкам. Теперь оставь нас и уходи. Конец? Головоломкам? Альфис, дорогая, о чем ты говоришь? Ты что, забыла, что делаю зеленые плитки? Они издают звук, после которого ты сражаешься с монстрами. Так вот, дорогуша. Этот монстр я. О, господи. Метатон атакует. Блин, а я вот фиг знаю, что делать. Так, фиг знать, что делать. Вещи, пощада, действия. Оценить, кричать. Кричать. А зачем здесь нужно кричать? Давайте, покричим. Вы кричите. Ничего не происходит. Отлично. Вот и все, дорогуша. Пришло время прощаться. Это твой телефон? Тебе стоит ответить на звонок. Эй. Все выглядит плохо, но не волнуйся. Есть одна приморочка, которую я установил на твой телефон. Ты видишь эту желтую кнопку? Откроем на телефоне меню. Так, меню действия светится в твоем телефоне. Кнопка. Вы нажимаете желтую кнопку. Телефон возле метатона вибрирует. Вот и все, дорогуша, пришло время прощаться. Воу. Теперь жми Z. Ах. Ах. Ты одолел меня. Как такое могло произойти? Ты сильнее, чем я думал, и так далее. Ну да, метатон был довольно-таки сложен. Кажется, ты одолел его. Так, ты проделал отличную работу. Все благодаря тебе. Что? Ох, нет, я имею в виду, именно ты делал все клевое. Я всего лишь написал дурацкие программы для твоего телефона. Эм. Эй. Это может показаться странным, но могу я тебе рассказать кое-что? До того, как я встретила тебя, я не очень-то... Я не очень-то себе нравилась. Долгое время я чувствовала себя полной недотепой. Будто я не могла ничего сделать без... Без того, чтобы подвести всех. Но... Направляя тебя, я... Почувствовала себя гораздо лучше. Так что спасибо, что позволил мне помочь. Как бы там ни было, мы почти у ядра. Просто минуя Тельмон-ТТ, пойдем. Давай, покончим с этим. Наконец-таки, наконец-таки. Так, я не знаю метатон. То, что мы его убили, ничего не произойдет от этого. О, опять мороженщик. У нас как раз-таки есть деньги, которые мы не потратили. Большая улыбка? Как тебе? Эй, а где мороженое? Эх. Теперь он ничего не продает, как вы увидите. О, слушай. Мы, типа, решили отложить всю эту тему с убийством тебя. Типа, не говори Андайна об этом. Окей? Он выглядит счастливым. Так, а куда нам нужно идти? Если мы пойдем влево, то куда мы придем? Ага. А если наверх? Наверх мы не можем. Окей. А если направо? Ууу. Вот где мы, оказывается, очутились. Так, привет, Санс. Что за записка? Эй. Следуйте в зловещий. Закололок справа. За отличными покупками. Привет. Эй, я слышал, ты направляешься к ядру? Как насчет того, чтобы сперва пообедать со мной? Давайте. Ладно. Супер, спасибо за заботу. Наверное, у него короткий путь, наверное. Да, конечно же, конечно же. Как это я мог не догадаться, что здесь будет короткий путь? И вот мы снова вдвоем. Итак. Твое путешествие почти подошло к концу, да? Ты, должно быть, очень сильно хочешь попасть домой. Эй. Я тебя понимаю, приятель. Хотя. Может, иногда лучше брать то, что тебе дают? Здесь внизу у тебя уже есть еда, питье, друзья. То, что ты должен сделать. Оно действительно стоит того? Ну, оно действительно стоит того, это было просто. Ай. Забудь. Держу за тебя кулаки, малыш. Эй. Позволь рассказать тебе историю. Итак. Я являюсь часовым в лесу Снежный Града. Верно? Я сижу там и выслеживаю людей. Это довольно скучно. К счастью, глубоко в лесу есть огромная запертая дверь. И на ней просто идеально тренировать шутки. Тук-тук. Шутки тук-тук, если вы не поняли это. Тук-тук, кто там? И в один день я постучал, как обычно. Я постучал в дверь и сказал тук-тук. И неожиданно с другой стороны двери раздался женский голос. Кто там? И я, естественно, ответил. Доставка. Доставка чего? Доставка очень плохих шуток. Затем она просто разрыдалась от смеха. Как будто это была лучшая шутка, которую она слышала за сто лет. И я продолжал шутить, а она продолжала смеяться. Она лучший слушатель, который у меня когда-либо был. Затем, после дюжины шуток, она постучалась и сказала Тук-тук. Я спросил, кто там? Доктор. Доктор кто? Ой. А я и не думала, что... Ты знаешь про человеческие сериалы. Вау. Стоит ли говорить, что эта женщина была безумно хороша? Несколько часов мы с ней обменивали шутками. В итоге, мне пора было уходить. Папиру сильно капризничал без сказки на ночь. Но женщина сказала, чтобы я приходил снова. И я так и сделал. Затем я пришел стоять. Ой. Господи. Затем я пришел опять и еще раз это стало фишкой. Обмениваться шутками через дверь. Это клево. Однако, в один день я заметил, что она смеется не так, как обычно. Я спросил ее, что же случилось? И она сказала мне нечто странное. Если когда-нибудь через эту дверь пройдет человек, пожалуйста. Можешь пообещать мне кое-что. Пообещай, что будешь приглядывать за ним и защищать. С тех пор я ненавижу давать обещания. И эта женщина, я даже не знаю ее имени. Но той, кто так искренне любит плохие шутки, просто невозможно сказать нет. Ты понимаешь, о чем я говорю? То обещание, что я дал ей. Ты же догадываешься, что произошло бы, если бы она ни о чем не просила. Приятель. Ты бы умер там, где стоял. Эй, расслабься, братец. Я просто пошутил. Более того, разве я не проделал отличную работу по твоей защите? Я имею ввиду, посмотри на себя. Ты даже ни разу не умер. Эй, что означает этот взгляд? Я ошибся? Эх. Что ж, на этом все. Береги себя, малыш. Кто-то очень сильно беспокоится за тебя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok